Всем привет! Изучая робототехнику, мы приходим к тому, что нам нужно научить двигаться наше изобретение. Одним из вариантов будет использование моторчиков разного типа. Сегодня мы разберём второй вариант, а именно использование сервоприводов. Это устройство в наборе Arduino может поворачиваться от 0 до 180 градусов или до 360 в зависимости от модели. Сервопривод имеет такие характеристики. Они достаточно мощные, относительно своего размера. Чтобы рассмотреть, поставьте видео на паузу. В комплекте идут разные крепления для механизмов. Для подключения к плате Arduino мы используем три контакта. Минус 5 вольт и цифровой выход шим. Таких у нас на плате Arduino Uno 6 штук. Вот схема подключения к микроконтроллеру. Для того, чтобы работать с сервоприводом, мы подключаем библиотеку ServoH и добавим переменную типа серво для дальнейшего её программирования. Эта библиотека обычно уже встроенная в программу Arduino IDE и зачастую её искать и устанавливать вручную не нужно. В настройках функция ServoAttach подключает сервопривод к нашему цифровому шим-порту. Рассмотрим работу на примере сервопривода, который может поворачиваться на 180 градусов. Чтобы повернуть его на какую-то сторону, мы используем функцию Write и в скобках указываем угол поворота. Таким образом, при 90 градусах сервопривод смотрит вперёд. При 0 максимально влево и при 180 максимально направо. Вот пример кода для поворота сервопривода раз в полсекунды. Стоит заметить, что Arduino не будет ждать, пока сервопривод совершит поворот, а просто дальше будет исполнять код. Чтобы сделать эти задержки, мы используем функцию Delay. Если не настраивать задержек, то сервопривод не успеет совершить все повороты и сделать только последний. С помощью таких сервоприводов делают различные механизмы поворота, где нужно соблюдать точное направление. Для примера я подключил сервоприводы до колёс в машинке и запрограммировал, чтобы машинка могла танцевать или реагировать на пульт радиоуправления. Во время создания я обнаружил, что 4 сервопривод у меня сломлен, но настроить всё получилось и на троих. Спасибо за просмотр, а если понравилось видео, то ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать мои новые уроки.